на самом деле вот по обзору вот этих санскритских размеров у нас все уже есть все уже в песеннике постарались для вас подписали все названия но никто же не читает приложение и похоже их не читают даже редакторы потому что в нескольких изданиях есть ошибочки и эти ошибочки дайте карандаш откройте 618 страницу можете взять все песенки включая которые здесь были книжку родослав песенник сам сам песенка до 618 и смотрите что у нас получается основа основополагающий принцип это то что долгие слоги есть долгие короткие слоги или слоги и в отличие от русского языка ударение может быть много в одном слове вот и разница только между долгим и короткими здесь написано долгие слоги называется гуру и в данном руководстве отмечаются символом и вот символ перепутан короткие длинные перепутанные то есть первое это да первое это черточка должна быть да то есть первое это черточка а второй короткий срок слог он вот такой как бы волной отмечается вот так да ну то есть просто местами их до местами перед перед поменять их да вот еще одна ошибка здесь сейчас дальше буду рассказывать но сразу отметить песеннике долгими являются слоги с долгими гласными и среди них написано ри без подчеркивания сверху у нее ей нужно тоже ри тоже бывают короткими длинными вот здесь то есть ри она тоже может быть короткой и долгой и здесь не учли что здесь нужно тоже долгий слог но мы ее не будем изучать потому что она очень редко и она нам не нужна да но ри бывает как короткая так и длинная да но поскольку длинная очень редкая мы ее почти не встречаем мы это вообще полоска такая же как в других случаях вот эти вот три ошибочки как и смотрите основные принципы а дети если не участвуйте выйдите из комнаты либо полную тишину смотрите основные принципы сейчас их перечислим это самое простое эта полоска сверху это долгий слог а долго и долго у вот эти три запомнили ари я не буду учитывать потому что долгого ри практически нету также нужно запомнить вот эти буквы это как маленькая и пишется в эту сторону е а они всегда долгие то есть ударение на них всегда есть и еще есть такие как а у и а и а и вот эти всегда долгие это само собой это вы знаете издавна уже когда палочка сверху то они долгие а и у я всегда долго и а и всегда долго и а и всегда долго то есть если это чает да да когда я говорю долгие это имеется всегда под ударением да вот а теперь самое это поняли легко да достаточно также теперь начинается сложности потому что ударение могу ставиться на слоги которые находятся перед определенными сочетаниями перед определенными сочетаниями предыдущий слог становится долгим он всегда становится долгим перед м с точкой вверху и перед с точкой внизу то есть долгий слог получается не тот который перед ним идет предыдущий а вот сейчас пример вы сами будете находить и показывать вот здесь я вам до раздал специально листочки и карандаши чтобы вы могли там исчеркать как захотеть предыдущий слог он да она всегда под ударением и а теперь самый сложный момент его нужно запомнить вот он самый главный который нужно запомнить в том что если две и больше согласных идут вместе то предыдущие а предыдущий слог предыдущий классно она будет долгой под ударением всегда то есть получается есть две подряд согласны и предыдущий будет долгим как назвать так как я что-то написал непонятно больше но 2 или больше то есть перец огла перец 2 3 так далее но больше не бывает обычно то есть какой пример у нас есть самый простой а вот эти вот например это сейчас расскажу вот из этого самый простой пример кришна ш на вместе идут ш на кришна а поэтому и она будет под ударением она быть долгой кришна ударение на и а это уже другое слово и в нем а последнего делают долгой и на самом деле не кришна а кришна и и и а они остаются под ударением когда несколько подряд ударение мы сейчас рассматриваем том числе в нашем бажане это есть а так вот и у нас какие проблемы возникают именно в русском языке санскрите такого нету поскольку санскрите каждая буква отмечается одним символом вот а в русском а вот здесь прям сразу не нахожу в русском некоторые мы через х пишем до виду то есть вот эти вот придыхания которые идут там вы поняли да вот которые через х идут они то есть это не считается то есть как она согласна то есть не считается что это две согласных вместе соответственно они не подходит под вот это правило вот они подходят только если после них что-то еще идет например вот штха до ш и тха вот предыдущая соответственно вот она нарисована короткой но на ней будет ударение ну это вот если я вот здесь написал в качестве примера то есть вот это предыдущая она будет под ударением мишка до получается слог не он будет под ударением из-за того что здесь есть одна и вот эта вторая ты за это а тха это одна буква да вот это вот одна буква вот это вот это было ш а вот этот х это одна буква она в санскрите как 1 у нас пишется у нас если санскрит посмотреть сам по себе где он у нас сами буквы санскрита они у нас как придыхательные отмечены да ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха это 616 ну вот эти примеры, есть да? кха-ха-ха-ха — джа-ха-ха — джа-ха пха-ха и бха то есть и соответственно все их разновидности как как и ку и вот это все вот эти все придыхания то есть это не считается двойным слогом это один слог вот и теперь какой момент еще есть в русском языке то чего нету не только в санскрите но и в английском такой проблемы нету мы даже даже пишем с двумя буквами если в английском это просто джей буквы до английская джей то у нас пишется даже то есть я тоже не считается это тоже одна буква так вот зачем здесь стирать это это слог мы сейчас про слоги говорим это слог но он точнее это одна буква ну один слог х да так это сейчас пока не будем сохранить нам сейчас нас радуйся на самих правилах понятно более-менее и это в принципе все а у нас очень просто сделано в баджана в которых есть указанные размеры его специально для песенника подготовил вот эти размеры она штук самый популярный в бхагавадгите там три надо писание чинатора тататора вот и разные другие размеры некоторые например их очень легко по ним можете у себя например очень легко разобраться это например панчи чамара который по порядку идет короткий длинный короткий длинный когда коричься тихо мам крипак а также баджанам а вот вы по этим правилам попробуйте крипак а также баджанам посмотрите вы убедитесь что к короткая до длинная потому что палочка ну я сейчас не буду вы можете сами посмотреть у нас сейчас более сложные бажи на разруб на разборе то самое есть в обратную сторону это тунака мампу на ту сара водора винда банды на день это вот ему на штык и все такое да вот здесь все понятно потому что каждая строка имеет четкий рисунок то есть последовательность коротких и долгих это 622 страница то есть вот здесь довольно легко потому что они либо чередуются и либо есть правило это нет это же это только сансквитский до вопрос вот и это все просто но мы не ищем простых путей поэтому давайте возьмем и вручную будем определять где что находится по этим правилам будем сейчас находить длинные короткие слоги песнику да смотрим давайте по порядку на будем отмечать только длинные как ударение будем отмечать сейчас вы все увидите как она получается по примеру во по слогам же мы работаем во короткий короткий не отмечаем да ну обычный просто никаких этих признаков на нем нету длинные если с палочкой здесь же без палочки но мы берем бажаны которые с диакритика идут соответственно здесь все прописано если есть диакритика то она есть это значит обычный слог безударный смотри вот мы сейчас найдем мы ищем где будет ударение во нету со нету ту нету монету но есть ударение нет да вот отмечайте получается вас от ума но вот первое ударение на а у себя у себя отмечайте да здесь только на в том-то и дело что можно некоторые бажаны можно скоро некоторые строки чуть ли не скороговорка идут без ударений тра-та-та-та-та-та-та-та и потом последний идет ударение то есть мы первое нашли высоту моно дальше смотрим ма-ма-ма-да-на-го ли высоту на отмечаюnal есть 해った reaction и всего неüsся есть бор ACT у него есть па до invaderament ligne извактери на да ставьте ле я у нас на получается как теперь смотрим васа Васатумано Мама Маданна Гопале Васатумано Мама Маданна Гопале Гопале А как это может быть? Ну, как ты поешь? Вот ты сейчас наудил ударение Васатумано Мама Мама Маданна Гопале Ну, как бы так же не поется же Почему поется? Сейчас мы стих полностью посмотрим, потом его пропоем Давайте дальше, следующий На Ва Ра Ти Ке Е под ударением Ли Ви Ла Па Са Па Ра А теперь смотрите, ва под ударением? Да Нет 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 Ва не под ударением, потому что дхи это обычный короткий слог Мы запоминаем, что А, я здесь не написал, да? Ну, запоминайте этот принцип, что это в русском языке при дыхании х Поэтому ва нету, тхи нету Дальше Ра Есть Есть Дха Соответственно, тоже ударение Дальше Су Ра Та Ра Са Есть Ле Есть Есть У себя ставьте Са И получается, что у нас Ва Ва Са Ва Ва Са 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 Ра Ра Са Са Ра Са Ра Са Са Ле Са Да Ра Са Ле Вот и так и спел Ра Са Всегда Са Ну, в некоторых случаях чуть-чуть можно затягивать, ну, как для мелодии, но не делать прям удаление акцента. Вот как, например, Ра Са Са Ра Са 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 То есть, одна та просится тоже немножко, да, потянуть ее? Пожде она просится Вот А Ну, не так, как Са Или Угу Я думаю, когда мы в одном слове два или три ударения, то мы как бы, эти вот ударения, это, как бы, отдельные слова Отдельное слово, получается, у нас Мы тянем оба Ра Ле То есть, Иса Иле Иса Да и Ле под ударением Понятно это? Ну, да Давайте дальше Ну, Е тоже потянуть надо Дальше Дальше И Чха И Чха Два слога Ч, Чха Две согласных подряд, вот они, мы их поймали Ставим ударение на Пи Ма, 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 Даши, Ки, Пи, Чха есть здесь неважно было бы длинная или короткого она в любом случае есть потому что на чан да но здесь поскольку она длина ночи это один слог нищие че короткий то смотрите мы учитываем когда идет перенос строки в санскритских шлоках обычно 2 4 строка это перенос предыдущей строки соответственно правило распространяется если бы здесь было но мы увидим если она здесь будет только этому тоже будет относиться то что это как в одну строку мы просто перенесли а на самом деле строка идет 1 ну когда мы до переносим обычно делают отступы если вы увидите в баженах всегда делают отступ на 2 4 строке чтобы было понятно что это продолжение вот поэтому когда мы смотрим то нужно обратить внимание суда но здесь ничего такого нету ку теперь ку анчи нчи здесь мы сейчас смотрим чисто по-русскому мы видим как два слога но здесь другое правило работает потому что м это то же самое что н . сверху которая в русском языке мы ее не используем и когда мягко это идет да с волной это это все вот это вот бинду . она используется вот на этих буквах но вот это не используется в русском языке мы вообще не используем поэтому поэтому правилу от м у нас здесь идет ку под ударением кунчи то сейчас секунду дальше че нет то нет к ч а не ку-ра-ра под ударением или нет под ударением то что мбе мбе как поется строка нет мадашики отсюда печь муку а вот здесь вот тянешь до кача сейчас попробую просто как стиху прочитать мадашики печь а муку то паре ланчи то кунчи то кача нику рамбе бе тоже под ударением потому что не получается если его скороговорка ну или просто читать как стих мадашики печь а муку то паре ланчи то и кунчи то кача нику рамбе вот так получается видите все которые безударно они все быстро произносятся следующее му есть а нету 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 кто-то меня тут в заблуждение ввел а потому что кайта один слог обычный короткий муха ри-та-ве вену вену с точкой внизу это не то это это английская н с прилеганием языка к нему вот это вот трапа это считается то есть сейчас секунду вену хата тро да ира два слога то ира тро хата да получается ударение на а тропа по да да витарь дальше вита то опять проверяем по следующей строке нету значит дальше на ва на ва ю ва ти ти есть ю ва ти ти длинная дальше когда когда ударение надо потому что ума б 2 согласных подряд к дамбе вот как-то надо вот это научитесь это надо определять по ходу да то есть а ты чувствуешь видишь что впереди 2 2 согласных и на предыдущий сразу бац ударение к дамбе тоже ударение на бе получается у нас что мука ри-та вену хата тропа дави-та на ва-на-ва ю ва ти к дамбе а если спеть давай пробуем чувствуешь да где тянешь именно на своих ударениях и тянешь и дальше это надо научиться а потом уже как говорится в мелодию нормально попадать угар главное не путать чтобы не получилось что муха ри-та веду там или как-то вот так следующий дальше да вот и получается ты поешь ю ва ти а вот вот здесь как раз не надо нет не ю ва ти а нет на ва на вою ва ти к дамбе на ти эту мелодию кого слышал у там а да ну вот у бенгальцев у индусов по внимательнее послушай обрати внимание где ударение вот слове ю ва ти тянет ли он а то что он как и зарисы они очень обычно четко следует правилам на вану ва ю ва ти к дамбе нормально следующее калита калин первое ударение где в следующий нет калинда калита 2 до поэтому ли под ударением на а потом сута сута пулин пули но но под ударением великий богатый русский язык одна маленькая санскритское сочетание звук у нас аж раз два три четыре четыре с четырьмя буквами на звала нету к к есть калпа некоторые слова вы можете без баженов сразу запоминать вот калпы например всегда ударение на а калпы таким же образом когда какие-нибудь имена санскритские типа арджуна или арджуна вот эти все вопросы когда вы видите фильмах кто-нибудь перед ну неправильно это ударение ставит да арджуна а вот попробуйте посмотреть махабхарту и послушайте в оригинале на хинди как он называет ну получается да а вот и послушай индийских махараджи говорят ли они арджуна вон махараджи или кого-нибудь русские переводчики может быть говорят обратите внимание а или как это кришна махабхарте нет подумайте над этим дальше калпа по хи хи ру х му ле му ле кстати а еще один момент смотрите забыл сказать последние слог строки строка у нас здесь кончается и здесь не здесь в больших санскритских шлоках тоже строка кончается только на 2 на 4 в этих местах все равно как произносить то есть это как бы может варьироваться от мелодии или еще как то то есть довольно часто бывает короткие слоги они становятся длинными вот эти можете увидеть это когда нарвемся на это когда увидите я дальше king ки не ки ударение а да есть она используем до получается моя на самом деле санскрите это все одна буква точнее одна точка это чисто в русском оптимизировали для произношения то есть кинки не неудобно говорить поэтому используется н и в каких случаях такое у нас воздать в издательстве есть правило по которому выбирается именно м или н ставить вот она тоже зависит от окружающих букв вот это вот именно по стандартам gvp в россии как у нас используются какие звук это можем отдельно обсудить сейчас это не так важно кинки не не вторая не тоже подарили дальше к ла ра 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 ранджи то есть ран джи то к это тоже как у англичан язык вверх нет нет это обычный слог кати но у нас в правилах его нету нету катится то дальше то кома лапе пицца руку ли это как и с . этот с языком к нему до на то да на алфавит санскритский он как звучит в согласных под хода дана а потом все иду с точками под хода дана это вся серия этих букв с точками внизу а еще есть а ладно все не будем отвлекаться давайте споем этот стих что у нас получается это калинда суда кинь и николай а высоту манома как ты поешь а стой 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 не пой какая-то особая мелодия в матке поют по-другому может найти в телефоне у тебя есть гаудей киртун этот киртун и пример исполнения какой-нибудь точнее посмотреть кто его поет там какие примеры есть то что по стихосложения получается калита калинда сута пули но отживала калпа макалпа махи рудаму ли кинки не калевара джита кинки не колорова когда поется разницы нету есть в том что используются иногда мелодии которые не совсем не подходит для аж так как например исконская мелодия нанить ананда аж такой и и надо вытягивать ее можно на эту мелодию спеть четко но это будет не так как мы слышали в исконских записи то есть ударение это будет немножко мелодия будет сохраняться на ударение вот по-другому и поэтому тоже как бы вопрос если мелодия взяться из другого бажина а часто вот судя потому что ты пела мне кажется это больше и хиндустанская мелодия вот которые в индийских кино используют вот если это хиндустанская мелодия то она мой не факт что она ляжет на санскритский размер четко потому что есть классические санскритские мелодии на которые соответственно наши газ вами сочиняете стихи их пели такой вопрос не не вот это не да это не мягкая конечно лучше на санскрите как бы рисовать да но это скрип надо знать поэтому мы ориентируем сейчас как по песенку а он там загружать должен сначала загрузкой а ну совпало да а следующий опять на каларова да кстати по такому принципу я иногда нам находил ошибки в орфографии то есть некоторых баджинах могли например по всем признакам должна быть долго стоять я лазил санскритских песенников с других матхов и иногда находил что действительно ошибка и там должна быть долго нет здесь не факт не факт это надо проверять кинки не то что может быть кинки не каларова вот мне не нравится нравится вот это может быть не короткая если ее пропустить например не делать длинный получается кинки не каларова ранжи так это такого мало пита дуку ли то есть если бы не была короткая то она бы легло легко кинки не каларова ранжи то то есть вот тогда легко любого я не знаю у меня тоже вопрос вот к это не вдруг она короткая должна быть кинки не вторая не если бы на ней на это надо не английский или русский песенки смотреть оригинальные на санскрите вот ладно да давайте поехали дальше времени тратим мурали ли дальше следующее манахара дальше ударению какое следующее рада да ара чё о кишаре вот вот сейчас тоже пока мы его пройдем вы запомните что всегда получается как только о мы всегда делаем с ударением о там чё раки шори да и вот здесь например вы смотрите ряд я под ударением но когда мы поем мы можем его без ударения оставить это уже одно из права которые говорили в контексте смотреть надо какой может быть контекст испортить ударение не знаю я пока не посмотрел не могу сказать если посмотреть группе гита а ну не менее нет а это неправильно вообще нет это вообще неправильно о всегда под ударением может быть и в каком-то контексте может быть гопи оба ударных но обе за ударение никогда не будет следующее шри ударение с палочка сверху это долгое и дальше ври аксал выключи выключи подожди вопрос вот это такое классическое у нас матки часто пели вас от ума но мама мода на гопали на варате кели виласа пара вадхи рада сура тарас али мадаши кипича мокута пари ланчета кунчета кача нику рамбе мукарита вет как на второе число венухата середину в любой нет дальше 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 следующему кубику а нету тогда убери пока громкость включим чуть позже через пару минут так мы закончили сри дальше чё ври вы обратили внимание что в ри это слог ври потому что ри это гласная это не согласна то есть нам может показаться что это что это имеет отношение буквы r русской но это согласно она идет в одном ряду с а а и у е о ай рил ри и вот она там же ри это как и только ри вот поэтому у нее да гласная вот ри а погодите я неправильно вам сказал это слог ри это слог да поэтому в ри это здесь их две так же как у нас есть кри к ири это две буквы ну у нас тут и долгое поэтому здесь не имеет значения но если бы и долго не было было бы все равно предыдущий подарение дальше шахте мари шахте мари мари махана махана да сейчас подожди закончилось их Ру Чи Му Ха Ча Есть Ча Присоединяйтесь Сева, выдай бумажку Ча, потому что М-дра Две согласных подряд идут М-дра Три Здесь три согласных получают М-дра Поэтому Ча под ударением Три раза больше Шучу Просто под ударением Чандра Дальше Ча Ко под ударением Ре под ударением Слушай, Агана Везде смотрится А, вот на второй строчке Там есть Нету, да? Ну хорошо Просто там Капа идет Кунччета Идет ударение Кунччета Так, что Смотри, Амита Амита, вот смотри Получается, если так Смотрите, вот здесь Ударение есть На второй строчке А, нету А здесь нету Мы Сейчас объясню Маду Мангу Важный вопрос задал Почему Нету последовательности Здесь под ударением Здесь под ударением А здесь без ударения Потому что мы разбираем Баджан Который не идет По правилам Этих Санскритских метров То есть Есть Этот баджан Есть у нас Уджвала Варана В таком же Стиле Есть многие баджаны Которые маленькие Типа Рады Джая Джая Маду Дэйте Квишн Древа Баван Тавандам Они тоже Они идут Вот по Вот этой Своей схеме Даже По этой же схеме Идет Мангала Гита У нее тоже Получается Ударение Стоит именно Там где надо А не по Правилам Размеров Точнее Не по Хронологии Каких-то Санскритских Метров Поэтому Тоже нужно знать Как Расставлять Ударение Чтобы правильно Спеть Все Под ударениями Какой вопрос Был Кишори Тут Шея Над ним Будет ударение И почему На И ударение Падает Кишори Потому что О Кишори На И почему Падает На И не падает Ки без ударения А почему На Ше Шо Это один слог Шо Ки Один слог Шо Другой слог Ре Третий слог Это понятно А почему Над Ше Будет Палочку Дарить Над А это Ше Я понял Про что ты говоришь Это Ше Мягкая Есть два вида Ше Есть такая же Как с этими С точками внизу Ше Ше А есть Ше Ну вот эта Ше Она Да Она Мягкая Больше на Ще Похоже Да Вот А обычную Ше Мы не отмечаем Англичане Ее отмечают Точкой внизу Обычную Ше У нас в русском Мы не отмечаем Потому что она звучит Как русская Ше Слышали Лаванга Слышали В английском Буква Ше Обычная У нее В диакритике Ставят точку внизу В русском языке Мы в диакритике Не ставим Потому что они пишут как С Да Да Вот А мы не ставим Потому что буква Ше Похожа на русское По произношению Такая же Как Ше С точкой внизу Она такая же Как русская Ше А С точкой рядом Мне кажется Внизу Внизу Это Ри Ри Еще раз Давайте повторим Да Присоединившиеся Сурочи Тоже Долгие Ну точнее Я называю долгие Ну в общем Под ударением Получается Всегда Те которые Долгие буквы С черточкой А И У Также Под ударением Всегда Буква Е Всегда О Под ударением Всегда Такие слоги Как Ау И Ай Ау И Ай И Также А дальше Сложности Получается Под ударением Стоит Предыдущая Буква Перед М с точкой Верху Н с точкой Верху Либо Н с тильдой Это Получается Когда мы В этом Санскрите Там Например Ставим Куда-нибудь Вот Точку Да Мам Да Вот Это Вот У нас Отражается Одной Из этих Трех Букв Предыдущая Перед ней Будет Под ударением Долгое Х с точкой Внизу Тоже Предыдущая Будет Под ударением И самое сложное Если Две Или больше Согласных Подряд Идут То Предыдущая Под ударением И мы Сейчас Примеры Как раз Разбираем Баджан Там Доигрался Сейчас Секунду Ага А тебе Что надо Середину Баджана Середину Да Ага А вот так Правильно Говорить Намах Или Намах Надо смотреть Как он По правилам Правильно Да А после Ха При дыхании Это как бы Отдельная история Вот Да Восьмой стих Поет Вот Видишь он Ручи мука Проскакал Поставь на паузу Мы можем сейчас Пойти дальше Когда в следующий То есть То есть Мурали Монохара Мадурата Радхара Гана Ручи Чора Кишори Здесь Такие Большие Периоды Идут Мурали Мурали Монохара Мадурата Радхара Гана Ручи Чора Кишори Шри Ври Шабхану Кумари Мохана Ручи Мука Чандра Чакари Понятно Поехали Дальше Четвертый Пятый Шестой Да Мы не усложняем Поехали Дальше Гунжа Гу Под ударением Хара Макар 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 Это Н с точкой Внизу Не путай С точкой Вверху Мани Кундала Ку Ку Потому что Мнда На Ку Ударение Кундала Канкана 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 Дальше Ну 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 Пора Шоу Сейчас мы Внимание Обращаем Только на Ударение Остальные Все Правила Дальше Следующее Мри Под ударением Что это Надо Как ударение Нет Нету Нету Ду Ма Чару Подадим Нет Нет Ищите Мадвура Потому что СМИ Идет Мадвура Дальше СМИ Дальше Потому что Следующее СМ Две соединения Да Предыдущее Слово Подожди Чару Чару Да Вилокана Вилокана Потому что О Расика Ваду Вадгу Дальше Крыта Лобхе Лобхе Получается Что у нас Гун Джа Здесь Аж три Подряд Вдарение Дальше Гун Джа Харамакарам Сейчас Гун Джа Харамакарам Аникун Далла Давайте Харамакарам Харамакарам Пурасов Харамакарам И карандаш Останавливаем Останавливаем Получается Что у нас Давайте Сами Споем Гун Гун Джахарамакарам Харамакарам Аникун Далла Канканану Пурас Канканану Пурас Харамакарам Харамакарам Канканану Харамакарам Хэс Хэс точкой Внизу И самое сложное Что нужно запомнить И освоить Если две подряд Согласных Идут Нда Или у нас было Аж три подряд Где они Три Чандра Ндра То предыдущий Он будет Под ударением Долгим Да Вот Мы и объясняем Вот И в качестве В качестве Примера Да Вот это правило Нужно запомнить И в качестве Примера Мы берем Небаджан У которого Четкая структура Последовательность Сологов У которого Нет структуры Такие бажны Как Васату Маномама Смарату Маномама Уживала Варана Мангала Гита Ради Джая Джая Дайте Как там В общем Все вот такие бажны Кришна Дева Бавантам Банды Они поются Вот по Свободным Правилам Которые Кладятся Точнее Правила Четкие Но это Ложится на мелодию Соответственно С тем Как вот Написали Следующий Давайте Теперь Шестой Стих Ищем Будет Потому что Т Та Дальше Ма Дху Ударение Потому что Вра Идет После нее Та Гунжи Гу Подударение Это Ранжи Та До Лиса Вана Ма Ле Дальше Нет Подожди Га 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 Потому что Н Д Хо Ва Ва Тоже под ударением Да Ва Потому что Рти Ти Та Су Ва Ли Та Су Н Дара Су Н Дара Где Га Да Под ударением Правильно Что-то разогнались Не успеваешь Га Потому что Н Потом Гандхо Потому что О Гандхо Ва Ва Потому что Рти Ва После Ва Идет Рти Видишь Р Т Две согласия Поэтому А под ударением Варти То Потом Сувалита Сундара Потому что Н Д Сундара Дальше Следующий Какой Баху Пулакита Ба Баху Вишали Матта Маттамадхуврата Гунджита Ранджита Галадо Галадо Литово Галадо Галадо Литово Подожди Подожди Маттамадхуврата Гунджита Ранджита Галадо Литово А Галадо Литово Ванамале Понятно Маттамадхуврата Гунджита Ранджита Галадо Литово Ванамале Иногда непонятно Вот как ударение Поставить Чтобы слова Сложились Галадо Галадо Литово Ванамале Гандховар Тита Сувалита Сундара Пулакита Баху Вишали Послушаем Ранджита Галадо Вот тут Вот это вот Долита До лета Я считаю, что на самом деле они поют не так, как у них ударение Потому что всё равно в каждом слове они делают то или иное ударение Всё равно делают Просто может не делают акцент Может пулакита баху вишали Вот она есть Но всё равно акцент на баху и вишали Но всё равно есть и пулакита Маленькие есть, может быть по мелодии он может быть, но это не главное ударение другие варианты исполнения можно посмотреть один да это вообще на самом деле тут как бы тоже вопрос такой что кто как привыкать для кого санскрит родной для кого санскрит родной не для кого почти то что даже бена бенгальцы и индусы хиндуаре сариса но сариса на самом деле меньше могут ошибок санскрите признать допускать да а так то есть это не ну это правило которому получается со школы учиться но когда поешь важен ты можешь не обращать на это как-то внимание и вот какие то то есть прям предъявляю что нужно именно доли то не доли то не знаю вполне возможно что другой исполнитель будет по-другому петь да я об этом сказал что есть размеры которые уже утвержденные четкие там к определенное количество а это безразмерные то есть да все он не подчиняюсь правил поэтому здесь вот спрашивали почему здесь например и под ударением здесь калку да ага на нет здесь канга есть здесь нет потому что нету структуры здесь структура свободная я это и сказал что в этих баженах свободная структура поэтому по ним и тренируемся что здесь как бы вы не сможете как бы со схитрить схитрите предугадать да вот дальше поехали отзывала у ратна лолита на лака father на c успели уджавала род на тела кого рото на тела калане это нас и до ша понятно что долго коте понятно сухо кира но смотрите тут такой момент возникает смотрите это переход на следующую строку и соответственно правило вот это применяется суда да потому что здесь шри 2 согласны да но по другому правилу при переносе строк здесь мы можем игнорировать правило именно вот в этих двух местах до научно выражаясь заканчивается пада поэтому здесь этому правилу не обязательно следовать это вот это я имел ввиду когда минут 10 назад об этом говорил дальше шри муха к мало ли ка ше что у нас получается уджвала рад на тела кола летала к санка тика нас сейчас погодите я не успел еще раз уджвала рад на тела кола летала к санка саканака мауктика нас и на сара до котти судха кира но жвала шри муха к мало вика ше стоит его послушай предыдущий смотрите да вот 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 на Сутка вообще просто летает. Здесь сутка, он слишком не делал акцент, потому что он делал паузу. Он просто паузу делал в этом месте. Это то самое. Там получилось, потому что слышно было, что разделил корону число усложения. А это уже чисто поэтически. Можно взять и разделить. Вообще, в винистских тестах это часто очень встречается. Это когда акцент, например, хочешь сделать, ты говоришь... Почему он Кати все-таки сутка? Я не заметил, что там Кати было. Давай еще раз. Вполне было Кати там. Слышно было даже. Кати сутка кера, так же звучало? Нет, по-моему было Кати все-таки. Ну это он разделил, да. Это он два слова. Кирана и Уджиова просто их разделил. Да, потому что когда-то вот так, то можно мозг сломать. Нормально, да? Дальше давайте. Гри-ва. Следующий какой? Банги. 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 не ставим ударение в ринда ванна нава конжа и хан тара дальше ранга грива кати сейчас подождите дать я попробую грива кати падабан грива кати пада бангиман охара навасу кумара шарире в ринда ванна навакунжа гри хан тара рати рана ранга судхире здесь да на кати неправильно но делает акцент на одно за обратите внимание он же не не по песеннику поет то есть не факт что она запомнил что она должна быть длинная или короткая то есть она просто как как поется в ринда да мелодия всегда подразумевает дарение а смотри я могу даже объяснить почему предыдущие слога бласса рада коти да здесь идут разные сла одинаковые похожие слова котик 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 в общем вот здесь немножко можно и запутаться то есть он действительно он может взять из предыдущие шлоки уджевала рад на или откуда мучь ударение именно с этого места и это же место использовать под ударением в другой шлоки но это как бы вариативность такая это не знаю строго называть это ошибки или нет да это больше вариативность да главное фундаментальных ошибок нет не допускать чтобы ты всю шлоку задом наперед паре мало сара со саке шара чан дана чарчи то быстро уже соображаешь пара лас от анги и ге и ге тоже подождите не успевает не успевает в конце вот этих строк нет в конце вот этих строк я на самом деле перепутала сказал в конце 2 4 имелось ввиду в конце первые третьи строки когда идет перенос перед переносом перед переносом может быть да но я имею ввиду неважно есть она или нет нет е да потому что я конец строки я имел ввиду конец 1 3 я неправильно сказал я сказал что 2 4 на самом деле 1 3 вместе где идет перенос на следующую строку успели кто паре мало сара саке шара чан дана чарчи то анги да дальше следующим парома нам да подожди здесь 22 ударения парома нам да не забывайте иначе вы не сможете спирс это слово произнести а сайка ай ай вот он раз айка гана крите крите неважно здесь то что перенос потому что перенос идет на между строками право хода ананга на таранге а здесь таранге и вот сейчас посмотрим будет ли вот здесь долгое и будет ли вот здесь вот эти две сравним паре мало сара саке шара чан дана чарчи ну вот все точно видите здесь на обоих ставит ударение обратили внимание что во первых вот здесь не четко выраженная то есть нельзя сказать было долгое или короткое что в принципе соответствует и если бы мы не проставили правильно парома на нам да мы бы вообще по-другому спелит фода а он поет парома нанда они парома нанда или не парома нанда если бы здесь например ошиблись именно оба ударение у него использовались парома нанда раз айка гана крите да парома нанда вторая парома нанда потому что надо не 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 нет парома ма долгое ма под ударением вот это ма и следующее а тоже потому что у тебя до идет на до предыдущие под ударением следующее два всего осталось на ком на под ударением чандра чандра мани мани получается мани чандра потому что дра мани потому что чхва мани потому что у тебя дальше идут 2 ч подряд мани да потом молод подожди подожила ладжи то есть ударение манаси нет нет это обычная джа манаси джако нету это джа да а вы забыли да я говорил что я говорил что я говорил что при дыхании х они они считаются другой нет но вспоминайте я говорю что одно правило есть только в русском его нету даже в английской транслитерации это дж потому что в английской одной буквы пишется у нас двумя и здесь от тоже отмечено что однако надо иметь ввиду что такие сочетания как джа а также придыхательные джх и тх и другие санскрите являются одной согласной от харма это ну понятно что тха и здесь даже джх это один да хотя их много а поэтому ладжи то ла под ударением ладжи то манаси джа дальше подожди коти мы на ладжи сан-маджи от бута келли виласа вишарада вишарада да а тут нам а ты говоришь да вот это да видите перенос выигнорируйте врача это один слог да враджа А вот так вот, все безударные. Смотрите, что получается, и «Дже» тоже. Слушаем, что получается. Враджапура, Навайюва, Раджи. Враджапура, Навайюва, все короткие. Слушаем. Рэп санскритский. Раджмани, Хаджита. Все совпало. Ма-си-джа-ко-ти-са-ма-джи. Адбу-та-ке-ли-ви-ла-са-ви-ша-ра-ля. А теперь смотрите, скороговорка, как у него пойдет. Адбу-та-ке-ли-ви-ла-са-ви-ша-ра-ля. Враджапура, Навайюва, Раджи. Вот он. Враджапура, Навайюва, Раджи. Не тормози, сразу. Враджапура, Навайюва. То есть, хотя какие-то акценты он тут делает, но по сравнению с тем, как он тянет Рай-Дже, это как бы, да, получается. Враджапура, Навайюва, Раджи. То есть, когда говоришь, не дарение, а что это тогда будет в воле конец? Ну, да, 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 можно так сказать. И по... Дарение, это вообще-то одно тоже на самом деле. Не, ну для нас будет понятно. Последний стих. Расика-са-ра-ра-свати. Варнита. Ва-варнита. Мадхава. Рупа. Рупа. Судха. Са-ре. Успели? Рама-я-та. Са. Садху. Мы все уже сделали. Са-ре. Рама-я-та. Вот это аи, это как аи? Подождите, не успевают, не успевают. Кто не успел? Расика-са-ра. Сара-свати. Сва у тебя. Сара. Сара. А почему не сара? Ударение на ра. Потому что сва после нее идет. Сара-свати. Папа. А, ти. Забыли ти. Ребятки, забыли ти. Сара-свати. Папа, лаванка. Ва-варнита. Что-а-чет. А все, последний стих у нас. Заканчиваем сейчас. Все. Сара-свати. Ва. Потому что рни. Ва-рни. Это мадхава. Рупа. Судха-сари. Дальше. Рамая-са. Садху. Понятно? Долгие. Судха-свати. Это обычный я. Просто я? Да, это обычный слог я. Нет, обычный я и краткое. Садху. Будха. Ниджа-хри. Дальше смотрим. Ни-жа-хри. Здесь где-то есть ударение, нет? Нет. Нигде нету. Хри-да-ям. Ям. Ударение. Ям. Брахма. Брахма. Где ближайшее ударение в последней строке? Му-дха-ки-ма-са-ре. Получается, что... Му-дха-си-ка-са-ра-свати-вар-ни-та-мадхава-ру-па-судха-раса-саре. Рамая-та-садху-будха-ни-джа-хри-да-ям. Брахма-тха-мудха-ки-м-асаре. Мудха или будха? Или мудха? Смотрим. Последняя Иса-ра-свати-я. Смотрим. Иса-ра-свати-да. Мудха-ки-м-ясаре. Иса-ра. Мудха-ки-м-си-ка-сси-ка. Иса-ра. Иса-ра. все понятно здесь немножко под игнором идет сарасвати да сарасвати да сарасвати но здесь опять же у него либо пауза либо просто когда ты имя сарасвати произносишь не всегда ты тянешь ты в конце да не обязательно его будешь тянуть мудха тоже как бы мудха прямо стараться именно оба ударение вытянуть ну то есть кто-то может сказать на еще раз смотрите кто не был сразу говорю об ошибках песенники смотрите какие у нас есть ошибки в песеннике ребятки смотрим внимательно кто не успел отметить отмечаем страница 618 есть статья обзор санскритских стихотворных размеров все что я рассказал все эти правила описаны здесь вот примеры по санскритским мерцером тоже указаны здесь несколько страниц вот они с примерами даже строки и в каких важных именно в этом песеннике в каких аштоках это используется ошибки здесь смотрите ошибки здесь какие в песеннике это вот здесь перепутаны местами короткие слоги у нас отмечаются так а длинные слоги отмечаются так еще здесь указаны ри без полоски редкая буква но она бывает долгой вот видите то есть вот это вот можете запомнить что это ри относится только к долгой у которой черточка сверху должна быть и здесь местами перепутано долгие слоги отмечаются такой палочкой короткий такой вот еще раз короткие долгие и здесь ири с черточкой все я думаю на этом закончим было бы время еще могли бы мы и спеть теперь еще раз но я думаю следующий раз да все теперь арати всем харибол спасибо спасибо